Добрый день! С вами Елена Алинова от Музея тактической медицины. Рады новым встречам с моими подписчиками и случайными зрителями моего канала. Сняла такое видео, хочу вам показать немножко атипичное расположение артерии на предплечье у пациента, у дедушки. Дедушке 93 года, мы небольшую операцию делали, но разговор не об этом, а просто о атипичном расположении артерии. В одном из видео я говорила, что случайно можно попасть вместо вены в артерию, на что получила ряд замечаний, комментариев, что артерия не может находиться так близко, артерия проходит между костей на предплечье, и попасть в нее нужно ухитриться, нужно умудриться. Насколько мне получилось, я сняла и даже фломастером обвели артерию, и я хочу сказать, что на самом деле в жизни встречается очень часто вот именно что на предплечье располагается артерия близко к коже. У меня тоже она располагается, но у меня она тоненькая, поэтому так вот ненаглядно будет, если продемонстрировать. Очень важно при таком расположении артерии не попасть в нее, не ввести туда лекарства. Если попали, вытащить иглу, подбинтовать и понаблюдать пациента на случай, если вдруг пойдет какое-то внутри артериальное тромбирование. Интересно, прямо вот располагаются артерии и вены, причем с возрастом они немножко становятся более такими расслабленными, вот так сказать, артерии. И они пальпируются так же, как вены. Нужно прислушиваться, есть ли пульсация или нет, когда вот так располагается прямо рядом артерия и вены, чтобы нечаянно в нее не попасть. Мы стараемся увидеть пульсацию. Видно, что пульсирует артерия. Аккуратно жгут накладываем. Пульпаторную нужно еще раз убедиться. Здесь прямо артерия располагается рядом с веной. Вены просвечивают через кожу. Понятно, они даже такие синеватые, понятно, что это вены. Но если бы была побольше подкожная клетчатка жировая, очень легко вот так в артерию попасть. Сами пункции артерии проводятся. Проводится, берется кровь иногда из артерии. Бывает иногда для этого необходимость. Но лекарства туда вводить нельзя, не планируется. Если это не специальный метод какой-то исследования, есть еще метод введения лекарства в артерию. Ангиография или химиотерапия региональная. Здесь вот просто берем кровь. Если бы в артерию попали, трагично, ничего не произошло при взятии крови. Просто была бы артериальная кровь. Трагично, ничего не произошло. Подбинтовали все. Но у нас задач такой не было. И кроме того, не нужно вот так с возрастом лишний раз манипуляции, которые не планировали, пункцию артерии проводить. Про вакутайнер хочу ссылку оставить. Про взятие крови пробиркой вакутайнером. Видео такое у нас есть, мы снимали. Кому будет интересно, посмотрите, как вот в такой пробирочке брать кровь. И все подбинтовываем, как обычно. И на створи попал. Да, спасибо большое. Вам спасибо. Так, вот мы вены здесь вот так обвели, чтобы нам было поведнее артерию. Вот здесь вот получается, она вот так поверхностно здесь располагается. Сейчас надо, чтобы было видно, что она пульсирует. Ну, я думаю, что интересно было, но вот такое анатомическое расположение, которое, кстати, не так редко встречается, можно встретить. Большое спасибо всем за внимание. Ставьте, пожалуйста, лайки. Я всегда им очень радуюсь. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Большое всем спасибо. И если видео вам показалось интересным, можете поблагодарить автора канала, отправив любую сумму на реквизит, указанный внизу. Спасибо.